МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала CBC, передача «Экономика дня». С вами я, Хайл Мамедва, в центре нашего внимания. Военная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном. Основная причина, по которой официальный Ереван пошел на провокацию, называется усугубление социально-экономической ситуации внутри Армении. Так, к чему может привести противостояние в социально-экономическом плане? К чему это может привести в регионе Южного Кавказа? Кому это выгодно? И почему Азербайджан, несмотря на то, что находится в таком военном положении и оккупированной территории, может строить достаточно крепкую инфраструктуру, развивать и реализовывать крупномасштабные проекты многомиллиардные, привлекать инвестиции зарубежные? Эти обсуждения мы проведем с нашим гостем. Это Руфат Гулиев, депутат парламента Азербайджана, доктор экономических наук, профессор. Здравствуйте, господин Гулиев. Здравствуйте, Хайл Хайл. Основной причиной называется именно согубление социально-экономического положения в Армении на фоне распространения коронавирусной инфекции, то есть невидимый враг. Не попадет ли еще больший капкан, официальный Ереван, устраивая вот такую военную провокацию? Естественно, особое значение здесь имеет то, что на фоне социально-экономических проблем в самом Ереване, в самой Армении, спокойствие относительно меньшей потери от коронавируса, вы сравните потери и в Армении, сравните потери и в Азербайджане. Всегда, когда мы говорим, не надо говорить абсолютные цифры, надо исчислять на миллион населения. То есть в этом плане тоже огромный разрыв, разрыв в экономике, разрыв в долгах. Но я бы хотел сказать, что еще одним дополнительным, дополнительной пружиной стало то, что Азербайджан обратился, господин президент обратился ко всему миру, чтобы провести спецассамблею ООН по обсуждению коронавируса. Смотрите, какие проблемы, какие вопросы ставит Азербайджан и его глава? И какие вопросы попрошайничество поднимает Никола Пашинян? В любой стране, в которой он приходит, он встречается и начинает просить, помогите, помогите, умираем, голод, пандемия, коронавирус, я не знаю, это все продолжалось, сейчас вирус и так далее. Это продолжается уже много-много лет, я говорю 25-30 лет продолжается. Другая причина есть в том, что надо вовлечь, то есть армянские политики или псевдополитики, я не знаю, как их назвать, они хотят вовлечь Россию и ОДКБ. ОДКБ, значит, ну, естественно, обратите внимание, ОДКБ отменило, значит, встречу, то, что было запланировано сразу, при том, и сказала, что нужны определенные консультации. Россия моментально стала в позицию того, что остановить надо все эти конфликты, никто никогда на территории России не будет говорить о том, чтобы вмешиваться в этот конфликт именно в этот момент. Здесь я хочу вернуться к тому, что вот вы начинали именно социально-экономические последствия. Раньше, года два тому назад, три тому назад была хорошая цифра. Экономика Южного Кавказа на 75% это экономика Азербайджана, остальные 25% это две страны, Армения и Грузия. Так, почему-то в последнее время эту цифру не говорят. Не говорят, наверное, потому что она часто употреблялась тогда, а сейчас не говорят. Но это я сейчас как экономист хочу сказать. Если одна страна превосходит другую страну кратно, о каких вообще можно о проблемах говорить для Азербайджана? Они-то хотят переложить, говорят, с больной головы на здоровую, армяне. Невозможно. Теперь взглянем вот с другой точки зрения. Кому охотнее дают деньги? Охотнее дают деньги, кредиты, банковские гарантии Азербайджана. Почему? Потому что Азербайджан это стабильное, демократическое государство, которое развивается и которое дает слово и выполняет. Теперь посмотрим на Армению. Какие она дает обещания и что она выполняет? Никаких обещаний не дает глобальных, потому что не может дать, это будет смешно и выполнить не сможет. Если страна, которая задыхается в государственном долге, а вы знаете, что в Армении государственный долг, он превышает 50% от ВВП, и плюс к тому же он растет. Для них счастье, когда этот госдолг не растет, но он растет. А рано или поздно надо будет платить по этим долгам. Никто просто так в этом мире деньги не дает. Мы на эту тему говорили. Смотрите, Азербайджан проводит последние 10 лет транснациональные проекты. Мы говорим о том, что мы хотим связывать два континента. Континент Азию и континент Европы. И одновременно мы строим транспортный, построили транспортный хаб, по которому можно каждый год суммарно перевозить до 100 миллионов тонн грузов. Суммарно. Обратите внимание. Мы довольно удачно развиваем всю инфраструктуру, связанную с поставками газа и нефти. Мы добились всех своих проектов. А что сделала Армения? И вообще, что она может сегодня показать и сказать, что вот это достижение независимой Армении. Никаких достижений нет. Здесь не бывает. Если говорить о военном бюджете, о том, сколько мы расходуем на оборону, обратиться к статистике, даже к независимой, например, статистике Стокгольмского института. Там была проведена цифра, начиная с 2009 по 2018 год. Азербайджан потратил на оборону и оснащение армии порядка 24 миллиардов долларов. Армения же за тот же период потратила около 4 миллиардов долларов. Бюджет в этом году, расходы на оборону и безопасность, они составляют практически около 2,5 миллиардов долларов. Не дадите вы мне соврать. То есть, получается, один из факторов нашей силы, нашей мощи, то, во что мы можем верить, и как раз это и говорит о стабильности и безопасности, это наша военная мощь, оснащение армии. Давайте начнем говорить не как азербайджанец с журналисткой, не как два граждана Азербайджана. Давайте будем смотреть мировые цифры. Во-первых, азербайджанская армия входит в первую 50-ку вооруженных сил. Я не знаю, где там армия Армения, может быть, она где-то там после Гвинеи Бесау, скорее всего. Во-вторых, обратите внимание, в английских источниках, они официальные, черным по белому было написано, азербайджанская армия в 4 раза превосходит армянскую армию. Армянская армия на уровне 90-х годов прошлого века. Азербайджанская армия – это армия 21-го века. Вот сейчас будут задавать наши зрители вопрос, а почему мы не начинаем военные действия? Да потому не начинаем, что мы хотим мирным путем решить. И мы все прекрасно понимаем, кто будет помогать Армении, если начнутся несогласованные, без консультации, военные действия. Почему мы в 2016 году, в апреле доказали, что мы можем воевать, и достаточно в течение определенных часов мы отвоевали определенную часть земли. Любые показатели возьмите, международные, те, которые говорят. Последние вот по индексу. Опять, где Азербайджан, где Армения? Что, это азербайджанцы индексы составляли? Нет. Когда сравнивали по развитию, значит, реформ. Одна из стран-реформаторов в течение последних двух лет – это Азербайджан. То есть прошлый год и позапрошлый год. Да любую возьмите, любой индекс, любой, и это я говорю, и это говорим не мы, это говорит мир. Вы понимаете, все войны доказывают. В конце концов, побеждает та страна, у которой экономика достаточно развита. Она может выдержать. Не бывает такого, понимаете. Чудес не бывает, мы же сказали. В этом мире все реально. Все опирается на экономику, на финансовые возможности, на возможности государства тратить на оборону, на то, что государство может контролировать свою экономику, оно может контролировать полностью. И это самый важный фактор. Страна, где разброд, шатание. Опять я вот смотрел, значит, сайты. Армения, говорят, беременна новой революции. Да когда она уже разродится и закончится все это. Понимаете? Армянский народ, он должен понять. Клика, Саркисяна и Пашиняна, они не могут решить проблему в корне. Они должны с этим согласиться. Как соглашаются уже армяне, которые живут за пределами. Другой факт. Население Азербайджана растет. Демографический плюс. Что с населением Армении? От трех с лишним миллионов за последние 15-17 лет у них миллион девятьсот, миллион восемьсот тысяч. Каждый год по тридцать, тридцать пять тысяч людей уезжают из Армении. Вопрос почему? Почему они не остаются? Если такая прекрасная страна не остаются. Почему? Потому что они понимают, что в такой стране нет будущего. Да, можно, конечно, все писать, бумага все вытерпит. Но в самом армянском обществе достаточно глубокий раскол и достаточно очень много противоречий. Я не знаю, как-то я эмоционально говорю. Да нет, господин Гулиев, просто возникает такой вопрос. С него можно было и начать. Смотрите, произошла военная провокация, опасная эскалация. На границе государственной Армении, Азербайджана, на Товусском направлении. Понятно, когда все это происходит в более спокойное время. То есть в спокойное, что я имею в виду? Сейчас весь мир переживает достаточно мощный, глобальный, беспрецедентный кризис. Вот в лице именно пандемия, распространение коронавирусной инфекции. То есть получается, вот есть такая бомба, а здесь еще хотят сделать еще хуже. Но элементарно, вы сейчас сравнили и говорили, что... Нет, сравнивать невозможно. Даже сравнивать невозможно, но статистику, потому что происходит в Армении, учитывая эту ситуацию, учитывая число инфицированных, учитывая систему здравоохранения Армении, у нас продолжается строительство больниц, в том числе модульного типа, увеличивается число кое-как мест. Есть достаточно такая сильная и мощная система здравоохранения, которая справляется с тем потоком инфицированных, что сейчас происходит, как практически вторая волна. Но в Армении этого нет. А сейчас, учитывая эскалацию военного конфликта, ведь там речь идет о потерях, там речь идет о раненых. Это получается еще двойной такой удар по системе здравоохранения, не только по экономике. То есть в целом, вот то, что сейчас происходит, как это может отразиться на регионе? Я хотел бы сказать таким образом. В великом, могучем русском языке есть хорошее слово. Делать хорошую мину при плохой игре. Вы же понимаете, сейчас сотни тысяч людей будут звонить в Армению и спрашивать, что случилось. С одной стороны, надо сказать, что якобы у них все хорошо, что они в военном плане вот показали, что они могут якобы отмечать и так далее. Но с другой стороны, целью-то было что? Деньги. Им нужно внимание, а внимание это деньги. Им нужно концентрировать внимание на себе, чтобы получать определенные деньги. Здесь нет ничего такого необычного. Искать что-то такое, понимаете, нечто необычное не надо. Просто надо было им привлечь внимание, проверить, значит, ситуацию, Россия будет вмешаться или нет. Еще раз проверить, что произойдет. Кстати, между прочим, они еще раз проверили, как население будет реагировать, если они начнут какие-то определенные локальные такие войнушки. Это, кстати, между прочим, очень много есть таких примеров, когда правитель не может развивать свою страну. Что он делает? Он начинает такие локальные мелкие поползновения, войны, налеты и так далее и тому подобное. Почему? Потому что, чтобы отвлечь население страны от насущных проблем. А проблем очень много, достаточно много. Я вам еще один вопрос, еще один момент затрону. Те деньги, которые сейчас берутся в долг, кредиты и так далее, это же перекладывается, значит, с этого поколения на будущее поколение. Эти деньги надо будет возвращать. Сравниваем, хотя это не сравниваем, Азербайджан снижает, у них повышается госдолг, заимствование и так далее. Надо теперь думать Пашиняну и его кредитики о других нечто-вариантах. Что же они могут предложить? В Азербайджане нет беспокойства по поводу инвестиций, да, от зарубежных. Они выстраиваются в очередь. Все компании согласны. И, значит, IT-компании некоторые согласны вкладу по сотне миллионов долларов. Азиатский банк, даже их не просить, они говорят, мы готовы давать под самые мизерные проценты. Мы можем даже вспомнить ситуацию, когда было нехорошее положение 1994 год. Но вместе с тем нам удалось подписать контракт. Мировые лидеры, мировые лидеры, которых к этому побудили нефтяные гиганты, они поверили что? Они поверили в Азербайджан, они поверили харизме общенационального лидера, они поверили его словам. Азербайджан разваливался, было тяжело, инфляция под тысячи процентов, экономика практически не работала, вооруженный конфликт до конца не был решен. Понимаете? А мы же построили все это благодаря гениальнейшим людям. Это, значит, общенациональный лидер и сегодня наш господин президент. Вот он, Азербайджан сегодняшний. Посмотрите, как мы развиваемся, как мы живем, чем мы занимаемся. Мы думаем о будущем, о проектах. Мы хотим делать глобальные проекты. Нам сегодня тесно уже даже между двумя континентами. Мы хотим делать еще больше глобальные проекты. Мы будем это делать, понимаете? О чем говорят в Армении? Каждодневная проблема – это как бы с кого-то, с какой-то армянской диаспоры вытащить еще пару миллионов долларов. Так жить невозможно, понимаете? Это невозможно, это бесперспективно. Надо развивать экономику, а для этого надо сесть за стол переговоров и решать вопрос. Официально все. Четыре раза мощнее армия. У нас десятки раз больше возможностей финансовых. То, что Армении получает из России вооружение, это же не просто так. Это в кредит. И сегодня нет такого даже понятия национальной экономики Армении. Нет на экономической карте мира. Нет понятия национальной экономики Армении. Потому что ее нет. Нет своей почты. Оно в долг передано. Транспорта нет. Ничего нет. Абсолютно энергетики нет. Страна, которая не... Энергетика, которая не принадлежит ей, а принадлежит российским компаниям. Кто управляет экономикой сегодня Армении? Российские компании. Самые крупные компании. Они управляют. Вот вам, понимаете, кратчайший анализ того, что происходит. Поэтому я еще раз говорю. Хотите даже это напишите вот этим красным таким ли мотивом. Чудес в мире не бывает и быть не может. Понимаете? И слова великого мыслителя, я его так считаю, Ленина, который сказал, что политика – это концентрированное выражение экономики. Мы свою политику строим на своей экономике. Мы ни у кого не просим. Мы предлагаем равнозначное сотрудничество. Мы готовы вкладываться в гуманитарную помощь. В эпоху, ну, в месяце пандемии 30 стран мы оказали. А давайте спросим у Армении, кому они оказали. Помимо того, что они выпрашивают, выплячивают эти маски, я не знаю, медоборудование, деньги и так далее. Кому они оказали гуманитарную помощь? Да никому не оказали. Потому что своему народу и могут оказать гуманитарную помощь. Откуда деньги? Разборовано все. На сегодняшний день эта фашистская хунта не может разобраться, что было до и что станет после. И поэтому прибегают к таким провокациям. И пусть знаю, эти провокации всегда будут пресекаться. Азербайджанскими вооруженными силами. Для нас важно это свобода, демократия, независимость. И мы вернем свои земли. Или этим путем, или когда главнокомандующий, господин президент, даст команду, народ пойдет и отвоевает свою территорию. Спасибо, господин Гулиев. Извините за такое пафосное такое. Без эмоций я уже не могу. Большое вам спасибо за то, что дали такую цельную оценку и рассказали свою точку зрения. Я напомню нашим телезрителям, что говорили мы в рамках передачи «Экономика дня». В обсуждениях принимал участие наш гость Руфат Гулиев, депутат парламента, доктор экономических наук, профессор. Но вместе с тем нам и нашим дорогим телезрителям не стоит забывать, что вместе с врагом, противником, видимым, у нас есть еще невидимый противник, наиболее мощный. Это коронавирусная инфекция, это пандемия. Поэтому необходимо все же быть более ответственными вместе с патриотизмом и единством и соблюдать все меры предосторожности для того, чтобы в Азербайджане снизить распространение коронавирусной инфекции. От этого зависит здоровье наше и наших близких. Будьте здоровы, будьте здоровы, наши дорогие телезрители. Всего доброго, оставайтесь с телеканалом Си-Би-Си. Си-Би-Си-/. Субтитры создавал DimaTorzok